И снова здравствуйте, уважаемые зрители! Осенний вал релизов снова с нами, и весь игровой мир зашевелился в ожидании будущих рождественских продаж. Вышли из спячки не только издатели, но и политики, которые между нами, говоря, традиционно оживляются именно в это время года. Итак, сегодня в программе скандалы, интриги и журналистские расследования. Ролевая игра «Массэффект» привлекла внимание киноиндустрии. Благо позарился на нее в кое-то веки неувибол. «Массэффект» просто напрашивался на экранизацию. Тут вам и древнее зло, и межзвездные бюрократы, мешающие спасать галактику, и обаятельный герой. Его, как мы знаем, разработчики срисовали с голландской фотомодели. Смотрите, вот командор Шепард, а вот его прообраз – Марк Вандерлу. Игра позаимствовала немало стилистики из космических опер и научно-фантастических фильмов. Тут узнаются и «Звездные войны», и «Стартрек», и «Чужие», и даже «Кубриковская Одиссея» 2001 года. Пришло время Голливуду нанести ответный удар и утащить вселенную «Массэффект» в свои киношные недра. Права на экранизацию прибрал к рукам продюсер Ави Арат. Он прославился как создатель фильмов по комиксам Marvel. «Железный человек», «Люди Икс», а также «Справедливости ради» не слишком удачная третья часть «Человека-паука». Пока что рано говорить о фильме что-то определенное. Сейчас там как раз ищут сценариста, режиссера и, что самое главное, студии для съемки фильма. Но лента, скорее всего, доживет до премьеры. Просто так киношники ее не выпустят. Вселенная, позаимствовавшая так много из кинематографа, приглянулась дельцам Голливуда, и в этом нет ничего удивительного. «Массэффект» не единственная игра, приглянувшаяся продюсеру. Под свое крыло он взял еще два проекта — Lost Planet и EverQuest. Тем временем пришли очередные новости из Австралии. Пару месяцев назад тамошние цензоры прижали Fallout 3 за якобы пропаганду наркотиков. Разработчики пошли на компромисс и даже, пожалуй, немного перестарались. Химические стимуляторы из третьего Fallout возмутили австралийских сотрудников службы классификации кино и литературы. Всему виной были подозрительные названия. Так, среди фантастических пилюлей шприцев обнаружился Морфий. Разработчики возразили, мол, употребление всех этих препаратов в игре не показывается, у нас тут все чинно и благородно. Однако Морфий и другие названия все-таки исправили, заменив их выдуманными аналогами. Австралийские цензоры оказались вполне довольны и пропустили игру, правда, напоследок шлепнув на нее самый жесткий возрастной рейтинг. Но на этом история не закончилась. Компания Bethesda подумала-подумала и решила вымороть Морфий вообще из всех версий Fallout'а. Объяснили они это заботой об игроках, чтобы те не запутались в разных названиях. Теперь вместо виртуального Морфия герою придется пользоваться его фантастическим дженериком. Но мы-то с вами знаем. В серии Fallout всегда были наркотики, но любим-то мы ее не только за это. А австралийские цензоры могут гордиться своим вкладом в, страшно сказать, мировую индустрию. Кстати, сейчас эти же самые товарищи решили не пускать в Австралию новый Silent Hill, чем он-то им не угодил. Собаки через чурацкие. Медсестры слишком сутулые. Крупные издатели так уж устроены. Нет-нет, да и прикроют студию другую. На этот раз отличилась Microsoft, решившая закрыть студию Ensemble. Среди обломков подчившей компании археологи обнаружили останки необычного проекта. Студию Ensemble мы знаем уже 12 лет, как разработчика серии стратегий Age of Empires. Ее история близится к концу. Студия просуществует ровно столько времени, сколько понадобится для того, чтобы доделать Hello Wars, стратегию во вселенной известного консольного боевика. Сотрудники, которые не занимаются этой игрой напрямую, уже уволены. Зато теперь стало известно, чем занимались разработчики втайне от широкой общественности. Оказывается, студия работала над виртуальным миром по мотивам того же Hello. На свет выплыли десятки концепт-артов. Мужские и женские персонажи в знакомых костюмах, инопланетяне и техника. Скорее всего, это мог быть онлайновый боевик, но Microsoft по каким-то причинам решила прекратить разработку на ранней стадии. Так что картинки — это все, что осталось от проекта. Кстати, еще не факт, что игра и правда закрыта. Быть может, ее просто передали другой студии. Представители Microsoft молчат. Корпорации умеют хранить свои секреты. Новости онлайна. В конце сентября Азерот замер в ожидании короля реча и обновления версии 3.0. День шел за днем, герои гадали, что же принесет им ветер перемен. Ничто не предвещало беды. Впрочем, ее не случилось. 21 сентября. Этот день населения мира король Лич запомнит надолго. Уже в обед тот, кого судьба занесла в долину холодного ветра, мог наблюдать дикую картину. Сотни мелких кривоногих гномиков топчутся на маленькой полянке, танцуют, дерутся, смеются и перебегают туда-сюда, имитируя броуновское движение. «Забег гномов» — так называлось спортивное мероприятие, организованное русскоязычным комьюнити. Условия марафона были жесткими. Каждый участник в лице гнома первого уровня обязан был пробежать через два континента. Из долины холодного ветра гномы должны были добраться до Ордынского дирижабля у подгорода, а из окрестностей Орг-Гримара добраться до города Прибамбаска. К моменту старта число участников побило все рекорды — 435 гномов разминались на старте. Сперва они улеглись в ряд, протянувшийся через всю долину. Потом выложили своими тушками знаменитое слово из трех букв. Посмотрите, как они это делают! Вес огромной толпы был настолько велик, что мир несколько раз обрушивался под ее тяжестью. Долгожданный старт! Огромная толпа побежала через Дун-Моро, приводя в ужас и случайных прохожих, и монстров. А на севере гномов уже поджидали орки. Начался отстрел гномов. Много наших полегло. Но самые упорные, многократно возрождаясь, пробежали через Дун-Морок, Лок-Мдан, Болотину, Нагорье-Арати, Хиллсбрат, Серебряный Бор, Тирисфал, Дуротар, Степи, Тысячу Игл и Танарис. И уже там, в клетке города Прибамбаска, были определены победители. Первое место — двухмесячную карточку оплаты игры и ключ на бета-тест дополнения получил гном по имени Ворчунка. Второе и третье место вместе с призовыми двухмесячными карточками завоевали Элеганс и Чучука. Мы поздравляем победителей и надеемся, что ежегодный отстрел гномов станет еще одной доброй традицией Азерота. Тем временем население мира Вархаммера, несмотря на неудачный старт в Европе, уже добралось до отметки в полмиллиона. В их числе оказались, как обычные бездесущие торговцы золота — нахальные и пронырливые. Сейчас золотодобытчики в онлайновых играх уже не те, что раньше. Они стали более агрессивными, жесткими, настырными и не гнушаются ни спамом, ни откровенным криминалом вроде взлома учетных записей. Не прошло и недели с момента старта Вархаммер Онлайн, как торговцы виртуальными ценностями нарисовались и здесь. Но и их уже ждали. Проблему торговли цифровым золотом взял под контроль лично Марк Джейкобс, исполнительный директор Мифик Интертейнмента. В своем блоге он не стеснялся в выражениях. «С момента запуска мы баним всякую мразь с дикой скоростью. Только в ночь на прошлое воскресенье мы расправились с четырьмя сотнями этих подонков. Нас ждет долгая битва. Она будет стоить дорого, но мы готовы к ней. В конце концов, это ведь война!» Разработчики организовали целые ударные отряды, которые занимаются только тем, что выметают с серверов торговцев золотом. Марк Джейкобс сообщил, что в прошлом ему много раз предлагали крупные взятки, чтобы склонить к сотрудничеству или хотя бы заставить смотреть на все сквозь пальцы. Но он всегда отвечал одно и то же. Вы догадываетесь, что? Нет, вы представьте. Небольшая игровая студия бросает вызов многомиллионной криминальной индустрии. Остается только пожелать им успеха и крепких нервов. Пока мир Вархаммера борется с нашествием золотой мафии, галактику Ив Онлайн сотрясает другой кризис — перенаселение. В онлайновой галактике Ив Онлайн, где одновременно летают десятки тысяч кораблей, непросто поддерживать порядок. Скопившись в одном месте, игроки вызывают задержки и могут запросто обрушить целый кластер. Этой осенью проблема зашла так далеко, что разработчики решились на непопулярные меры. Они не только переселили из системы джита всех агентов NPC, но и ограничили движение в самых густонаселенных окрестностях звезд. Если число кораблей в них превышало тысячу, то ворота на вход автоматически запирались. А теперь представьте, как занервничали крупные альянсы, которые в сражениях зачастую действуют куда большими силами. Как теперь воевать? Вскоре почти все ограничения были сняты. Они сохранились лишь в печально знаменитой системе джита. Сюда по-прежнему допускают только 1024 корабля и не капсулы и больше. Казалось бы, такой большой космос, и в нем вдруг так тесно. Может быть, стоит подумать о платных космических шоссе, по которым можно было бы объехать пробки? Новости индустрии. Не всем пламенным борцам за идею удается оградить нас от любимых игр. Попытки флоридского адвоката Джека Томпсона обуздать игровую индустрию в родной стране вышли таким убоком. Тучи над беспокойным юристом сгущались давно. Но только этой осенью суд Флориды постановил, что Джек Томпсон, задействуя порочащие честь адвоката, должен быть лишен адвокатского звания. Это случится в течение 30 дней. Такой срок дается исключенным юристам, чтобы уладить все дела. Экс-адвокату, кроме того, приказано возместить флоридской коллегии издержки в сумме 43 тысяч долларов. Игровая индустрия устроила по этому поводу народные гуляния и форумы кипят радостью. Но закончилась ли на этом 20-летняя история борьбы Джека Томпсона и развлекательной индустрии? Может и нет. Сам адвокат-затейник считает, что выгнали его в качестве мести за крестовый поход и за то, что он на днях подал на коллегию адвоката в суд. Мистер Томпсон жалуется на злопыхателей и обещает подключить к делу неких влиятельных друзей. Так что не исключено, что мы еще не раз о нем услышим. Ну вот и слава богу, я считаю. А то с тех пор, как Джек Томпсон помирился с издателями ГТА, мы уже было начали о нем забывать. С начала года мы с забиранием сердца следили за попытками Electronic Arts приобрести издателя Take-Two. Похоже, история наконец закончилась. И, кстати, закончилась не так уж плохо. Настойчивое ухаживание Electronic Arts за издателем Take-Two Interactive не на шутку встревожили игроков по всему миру. А ну, как и вправду, серия ГТА попадет в руки Джона Ричетьелла, который, не моргнув глазом, предлагал за компанию 2 миллиарда долларов. Когда Совет директоров объявил, что цена явно несуразная и захотел поторговаться, Джон в ответ решил попробовать недружественное поглощение через покупку акций у отдельных акционеров. Но и это ему не удалось. Месяц назад две компании вновь начали закулисные переговоры, но так ни к чему и не пришли. Electronic Arts официально отказывается от покупки и новых предложений выдвигать уже не будет. В свою очередь, Строс Зельник, исполнительный директор Take-Two, объявил, что если кто захочет приобрести компанию, милости просим. Тем не менее, новость о прекращении переговоров разочаровала инвесторов. Сразу после объявления о разрыве этой финансовой помолвки акции компании нырнули вниз, подешевев почти на 30%. Тем временем, компанией заинтересовался другой крупный издатель – Activision Blizzard. Исполнительный директор Бобби Котик заявил, что компания не прочь выкупить у Take-Two студию Rockstar, разработчиков серии GTA. Последняя часть GTA на одних только консолях разошлась тиражом в 10 миллионов. Интересно, какую цену Take-Two заломит за студию, несущую такие большие золотые яйца? Впрочем, легендарными бывают не только студии, но и отдельные игроделы. Одного из них заполучило калифорнийское издательство Interplay, которое еще недавно числилось в списках еле живых. Еще недавно мы дружно хоронили компанию Interplay, подарившую нам в свое время червячка Джима, симулятор Free Space и… Кого мы забыли? Ну да, серию Fallout. Но после всех финансовых неприятностей компания еще держится на плаву. Так недавно она запустила обновленный сайт, где радостно объявила, что снова завербовала в свои ряды легендарного Криса Тейлора. Нет, не того Криса Тейлора, который сделал Total Annihilation и Supreme Commander, а другого, который в свое время работал над Fallout вместе с Тимом Кейном, Леонардом Боярски и Джейсоном Андерсоном. Вернувшись в лон родной компании, Крис станет ведущим дизайнером проекта V13, более известного как Fallout Online. Сможет ли создатель оригинальной игры сделать толковый виртуальный мир? Надеемся, что у него хватит сил тряхнуть стариной. Шансы на успех невелики, но выбора у разработчиков нет. Чтобы не лишиться лицензии на вселенную, они должны выпустить игру в срок. Если у проекта V3 все неприятности еще впереди, то на мир Age of Conan они сыплются уже давно. Что на этот раз, а так пустяки. Компанию FanCom покинул директор проекта. Царство варваров и темных колдунов постигла утрата. Из студии FanCom ушел на вольные хлеба God God Age, один из основателей студии и директор проекта Age of Conan. 16 лет он работал на благо компании и стоял у истоков мира Конона. Однако теперь, недовольный качеством продукта, он принял самурайское решение уйти в отставку. Его заменит бывший комьюнити-менеджер, продюсер Анархии Онлайн Крейг Моррисон. Новый директор уже взялся за дело. Он пообещал игрокам дополнение, новые подземелья 80-го уровня, переделанные вещи и драгоценные камни. Всего этого стоит ожидать, ну, просто в самые ближайшие месяцы. Вот только кому от этого легче? Можете представить, как восприняли новость кононовские варвары? Не от хорошей жизни из проектов уходят отцы-основатели. А ведь фанком при всем том собирается выпустить игру еще и для Эксбокса. Я вот теперь даже не знаю, им вообще еще будет что выпускать? Новости технологий. Любой юбилей – это хороший повод взглянуть в прошлое и вспомнить, откуда взяло все то, без чего сегодняшний мир был бы совсем иным. Этой осенью день рождения справляют интегральные схемы. Ровно 50 лет назад в компании Texas Instruments группе исследователей во главе с Джеком Килби удалось собрать первую интегральную микросхему. Она не была сколь-нибудь миниатюрной и представляла собой кусочек стекла с полоской Германии на нем. Состояла она из транзистора, конденсатора и нескольких резисторов. Однако именно эта стеклянная пластинка положила начало миниатюризации электронных компонентов. Больше не нужно было вручную клепать электронную технику. В интегральной микросхеме все элементы уже связаны между собой. Без этого современные компьютеры просто не могли бы существовать, и сегодняшний мир был бы совершенно другим. Джек Килби, легендарный создатель микросхемы, за свою жизнь запатентовал более 60 изобретений, среди которых, к примеру, карманный калькулятор и термопринтер. В 2000 году за свои заслуги он получил Нобелевскую премию в области физики. Ученые делают свои открытия по-разному. И если в Texas Instruments они клеят бутерброды из стекла Германии, то в Гренландии сотрудники агентства НАСА запускают резиновых уточек. Изучая движение ледника Джейкоб Шаун в Гренландии, ученые из НАСА вооружились новейшим оборудованием. Что же понадобилось им для изучения аномально быстрого движения льда? Электроника? Сверхточные спутниковые карты? Инфракрасные датчики? Нет, 90 желтых резиновых уточек. Уточки были аккуратно загружены в промытые течениями отверстия во льду, там они исчезли в голубом полумраке. С помощью этих игрушек ученые надеются уточнить гипотезу о том, что движению льда помогает водяная прослойка под ним. На каждой утке на трех языках написаны слова «научный эксперимент», «награда» и адрес электронной почты для связи. Если кто-нибудь уточку отловит, станет понятнее, как именно течения внутри ледника влияют на его скорость. Изучение ледников очень важно не только в свете теории глобального потепления, но и для безопасности судоходства. Ученые, к примеру, полагают, что это именно гренландские ледники утопили Титани. К слову, сами по себе резиновые уточки не в первый раз используются в науке. 15 лет назад их выгрузили во время шторма в Тихий океан. Долгие годы эти отчаянные резиновые исследователи провели в море. Их вылавливали чуть ли не по всей планете, что помогло лучше изучить природу океанских течений. Скорее всего, большая часть этих гренландских уточек пропадет безвозвратно. Но для ученых это всего лишь еще одна кровавая жертва во имя науки. И снова у нас новости в рубрику «Большой брат следит за вами». Американские ученые из Агентства национальной безопасности изобрели систему, которая предугадывает преступления. Ученые уже давно бьются над проблемой узнавания в толпе общественно опасных персонажей. В ход шли и детекторы потных террористических ног, и инфракрасные камеры, выявлявшие больных птичьим гриппом. Новая кибернетическая система под названием FEST старается заглянуть в будущее, анализируя всех, кто попадает в зону действия сенсоров по целому ряду параметров. Мобильная система, созданная Агентством национальной безопасности США, предназначена для распознавания так называемых враждебных намерений на контрольных пунктах в аэропортах, на границах и в местах скопления людей, например, на митингах. По пульсу, температуре кожи и мимики система пытается понять, кто же из толпы потенциально опасен. В тесте системы участвовали 140 добровольцев, которые прошли сквозь пару автомобильных трейлеров, напичканных радарами, камерами и сенсорами. FEST распознал враждебные намерения с точностью в 78% случаев и попытки обмана в 80%. Сведений о числе ложноположительных враждебных намерений ученые не предоставили. Остается лишь один вопрос. Как вообще можно не иметь враждебных намерений, проходя через внутренности такого вот враждебного робота? Нет. Как ни крути, а нам куда ближе роботы-спортсмены с международного состязания роботов. В этом году ученые открыли для них новый вид спорта – нанофутбол. Представьте себе кибернетического Дэвида Бэкхэма размером в 6 раз меньше амебы. Дайте ему мяч не шире человеческого волоса и поместите на футбольное поле размером с рисовое зернышко. Это и есть нанофутбол – новый вид спорта, придуманный Американским национальным институтом стандартов и технологий. Состязаются в нанофутболе университеты с программами изучения и разработки микроэлектромеханических систем. Первые игры были проведены на робокубке в городе Атланта. Футбольные микророботы управляются дистанционно игроками-людьми при помощи электрических и магнитных полей. Сами игроки смотрят через оптический микроскоп на поле размером в 2,5 мм. Несмотря на слово «футбол» в названии, здесь нет офсайдов и штрафных. Роботы пока разминаются в трех дисциплинах. Двухмиллиметровый спринт, гонка с микрополимерными препятствиями и, наконец, забивание наномячей в микроворота. Следующий робокубок пройдет летом 2009 года. И, может, тогда в правилах уже появятся и офсайды, и желтые карточки для нарушителей. На этом все. Впереди вас ждет рейтинг продаж и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. С вами была Татьяна Аболенская. До встречи через месяц. Рейтинг продаж По традиции, начнем наш обзор с рынка Великобритании, где подсчеты проданных игр ведет и ЛСПА. Десятая строчка досталась улучшенной дополненной версии ролевой игры «Ведьмак». Видимо, многие жители Туманова Альбиона откладывали знакомство с игрой до тех пор, пока разработчики не исправят максимум ошибок. На девятом месте оказался гость с территории бывшего СССР. Дополнение «Сталкер. Чистое небо». Впрочем, вряд ли игре удастся повторить успех «Тени Чернобыля» и подняться до первой строчки. Пресса встретила проект весьма сдержанно. Потрясающую стабильность демонстрирует боевик Call of Duty 4 Modern Warfare. Несмотря на обилие новинок, игра опустилась всего на одну строчку — с седьмого на восьмое место. А вот сборник Vault of Warcraft Battle Chest вынужден был отступить и, распрощавшись с местом в пятерке лидеров, довольствоваться седьмой строчкой. Значительно сократились и продажи The Sims 2 Double Deluxe. Бывший лидер поставил рекорд падения, скатившись на шестую позицию. На пятом месте обосновалось новое дополнение к The Sims 2 Apartment Life. Но это, в общем, и неудивительно. С четвертой строчки стартовала глобальная стратегия Civilization 4 Colonization, которая, как считают эксперты, может задержаться в десятке на несколько месяцев. Бронза досталась независимому дополнению Crisis Warhead. Игра резво стартовала, но удастся ли ей побороться за более высокие места? Еще вопрос. По-прежнему отлично продается симулятор Spore. Игра прочно удерживает второе место и вряд ли в ближайшую пару месяцев сдаст позиции. Лидером продаж в Великобритании стала онлайновая игра Warhammer Online. Но эксперты пока опасаются строить прогнозы о будущем детища Mythic. В памяти еще свежи воспоминания о резвом старте и быстром падении Age of Conan. В Северной Америке, где подсчет проданных игр ведет NPD Group, также не обошлось без перемен. Головокружительное падение с третьей на последнюю строчку совершил World of Warcraft. Если так пойдет и дальше, то в следующем месяце детище Blizzard покинет хит-парад. Дополнение Stalker Чистое Небо не смогло полностью оправдать прогнозы экспертов. Как и в Европе, игре досталось лишь девятое место. В число аутсайдеров попал и бывший серебряный призер The Sims 2 Double Deluxe. Один из долгожителей рейтинга занял восьмое место. На седьмой строчке обосновалось галактическое издание симулятора Спор. Видимо, поклонников творчества Максис не отпугнула даже довольно высокая цена коллекционного издания. Лидер прошлого месяца сборник World of Warcraft Battle Chest также не сумел пробиться в пятерку и довольствовался шестым местом. Зато удачно дебютировало дополнение The Sims 2 Apartment Life, сходу захватившее пятую строчку. Немного не дотянуло до призовой тройки дополнение Crysis Warhead. Хотя детище Crytek наверняка еще поборется с лидерами. Третью строчку занимает коллекционное издание Warhammer Online. Поклонники этой вселенной, которых в Америке очень много, не жалеют деньги на дополнительные материалы. Серебро, как и в Европе, забирает спор. Аналитики уверены, что игра обосновалась в тройке лидеров всерьез и надолго. Лидером североамериканского хит-парада стала Warhammer Online. Игра сумела повторить европейский успех, доказав, что Mythic не зря потратила на разработку и тестирование несколько лет. Нетрудно заметить, что американские и европейские рейтинги во многом совпадают. Особенно это касается первой пятерки игр. Главное отличие состоит в том, что жители Северной Америки по традиции не жалеют денег на коллекционные издания, которым достались сразу два места в десятке. Также отметим, что американский рейтинг наконец-то покинул один из долгожителей – боевик Hall of Duty 4 Modern Warfare. Отсутствие в десятке Diablo Battle Chest и Warcraft 3 Battle Chest вполне предсказуемо. Эти сборники покупали в основном из-за отсутствия новинок, которых в сентябре вышло предостаточно. А сейчас о погоде. Ноябрь известен своей непредсказуемостью, когда солнечные дни сменяются дождями и даже снегом. Неустойчивая погода ожидается и на игровом рынке. В начале месяца жители Лос-Анджелеса, привыкших к теплу и солнцу, ждут снегопады. Причем снег может иметь зеленоватый оттенок. Закрыт проект «Тибериум», долго подававший надежды, но в итоге так и не подавший. А вот Санта-Монику холодный фронт обойдет стороной. Жаркую погоду принесет с собой новая часть «Кола в Дьюти». Продолжение популярного сериала выйдет 11 числа. В Стокгольме будет влажно и пасмурно. В такие дни лучше забыть о прогулках, не говоря уже о пробежках по крышам. Любители виртуального паркура не порадуют, что выход мира с Эдж отложен, по крайней мере, до зимы. Солнечная погода ожидается в Ирвине, откуда она грозит распространиться на всю планету. 13 числа в мир Варкрафта прибудет долгожданный король Лич, которого игроки ждут с радостью, а конкуренты с содроганием. Жителям Бельвью лучше выйти на прогулку в солнечный полдень, поскольку вечером в темноте может таиться немало опасностей. К примеру, зомби из боевика Left 4 Dead. Довольно тепло будет и в Эдинбурге. Эта новость особенно порадует поклонников GTA 4, которые будут стоять в очередях записи версии игры. Они могут смело оставить зонтики дома. Это был прогноз погоды на игровом рынке. Информация предоставлена синоптиками журнала «Лучшие компьютерные игры» и издательский дом «Техномир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова